Вот перед эфиром вы показывали на вашей шайтан-машине лица исполнительных главных ролей, потрясающе красивые, потрясающе красивые. Расскажите, где находятся такие красивые лица, где вы? Вы знаете, это вообще все, так сказать, вещь божественная, абсолютно. Кто верит в случайность, не верит в Бога. Я к этой картине шел почти 37 лет. Я написал заявку 37 лет почти назад на «Солнечный удар», когда Бунин был просто запрещен. Но я думал, что все равно когда-нибудь дадут его вообще как-то экранизировать. Но просто «Солнечный удар» отдельно, я, ну что-то меня держало. И потом лица, лица. Любую актрису, которую я видел, я смотрел, вот может, ну да, талантливый, не то, не то, не то, не то. Ну не так, чтобы я все время этим занимался, но все время это возникало. И когда пришла идея снять, соединить «Солнечный удар» с окаянными днями, со страшным, абсолютно, так сказать, страшным свидетельством исхода белой армии, и вообще русской интеллигенции из страны, случилось то соединение, которое мне показалось очень важным сегодня. А актрису и актера, героев нашелся такой Мартин Скалита из латвийского театра, латышского театра в Лиепае. А потом я увидел в Киеве на моей творческой встрече студентку психологического факультета Киевского университета. То есть она даже не актриса профессиональная. Не актриса была, да. И вот этот был такой вот удар. Понимаете, огромное значение имеет, как человек молчит. Потому что, ну, когда он говорит, он может быть глупым, умным, но все равно, так сказать, он определенен. А вот эта вот тайна, которая мне была нужна, это такое то, что может увести человека с корабля, заставить себя, имеющего там невесту, как может он, что должно быть. И вот эта вот тайна, которая... И это вообще еще до кино разговора не было, это было шесть лет назад. Но пока мы готовили картину, я сказал, слушай, может быть, вам попробовать актерским делом заняться? Потому что она... Мы сидели вместе за столом с моими товарищами. А как с вами может вместе за столом оказаться? А мой друг, мой приятель, мой приятель киевский привел на мою встречу, творческую встречу, а потом он нас пригласил поужинать. Понял. И она, вот, между прочим, рассказала, как разговаривают братки в Донецке, в ее родном городе, значит, Торезе. У них такой город Торез. Вот так, четыре секунды. Это было убедительно, я бы так сказал. Ясно, давайте попробуем. И она приехала в Москву, поступила в Щепкинское училище, сначала на платный, на втором курсе перевели на бесплатный, а в этом году она закончила училище с красным дипломом. И я так возгордился, что вот так вот просто из одного только импульса я увидел то, что там кроется. Мне это очень, как бы так, я получаю от этого удовольствия внутреннее. Но еще второе есть очень важное. Мне вообще интереснее строить, нежели пользоваться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова